достаточно в темпе на самом деле пройдемся по вот этой теме я уже сказал вот из таких вот теоретических изысканий по операционным системам сегодня вот мы вот этим завершим а дальше вы уже будете погружаться в практику и тут как раз вот по выполнению последней лабораторной работы я вас призываю уже на самом деле вот именно в этом случае уже общаться там со мной по email какие-то вопросы задавать а я буду давать ответ там на ваш этот групповой адрес у вас есть чтобы ну как бы все понимали потому что там вот как раз нужно немножко немножко самостоятельно подумал тот тот навык который вам нужен он мы сейчас проект как раз поговорим теперь что я хочу сказать вот почему то есть с реакциям вы уже познакомились в лабораторных работах а сейчас я немножко расскажу в двух словах какие были мысли какие были какая была подоплека под этим что и как развивалась и зачем все это нужно и почему это именно полезно в данном случае с вами вот частично вот эта презентация сегодняшняя она основана на той презентации которую делал наш разработчик наш ведущий разработчики ядра это алекс юнеско он соавтор книжки внутреннее устройство windows причем нескольких редакций уже и по 2008 по 2012 он достаточно долгое время проводил обучающие семинары по ядру int то есть это намного более подробно чем то о чем я здесь говорю мы с вами говорим буквально настолько поверхностно а он проводил и наверное до сих пор проводит обучающие семинары для различных компаний которые говорят о наоборот если мы говорим о поверхностном то он говорит о самых о самом низком уровне о том как что сделано в int но естественно с примером где возможно исходного кода из реакции вот и и на основе этого я хочу вам сегодня тоже немножко чего то из этого рассказать и так что мы посмотрим сегодня во первых о самом проекте ну хоть вы это и знаете но так немножко что то ввести значит описание там какие цели и мотивации зачем все это делать пару слов о текущем статусе потом скажем об архитектуре реакции что там ядро какие подсистемы поисковое окружение если там какие-то отличия от int и и в чем они есть ну и завершим рассказ непосредственно той частью которая для вас наиболее важно то есть как это подходит для учебных и научных целей какие есть перспективы как как сама как платформа участие в различных проектах которые мы начали на организовать и так далее опять повторюсь я я долго раздумывал что либо вам допустим начать сегодня рассказывать уже по модулям ядра то есть конкретно вот тот самый низкий уровень но в связи с тем что то у нас такое замечательное число праздников что практически вас целый месяц выпадает я не вижу смысла сейчас там рассказывать вам про управление памяти в int я расскажу его но есть еще управление вводом-выводом менеджер конфигурации система кэширования система безопасности но опять-таки там планировщика все проще то есть как минимум пять вот этих вот без чего невозможно составить общую картину ядра хоть дело что у нас как бы вылетает поэтому я думаю что в данном случае гораздо важнее будет проникнуться вам вот этой практической работы когда вы уже получите некий практический опыт то есть я смотрю вы начали ускоряться и уже демонстрировать какую-то какой-то прогресс по второй и третьей лабораторной работе и в принципе по некоторым вот итерациям пока те люди которые сдали вполне как бы меня радует у вас есть этот прогресс так вот переключимся далее на нашу реактор что вообще как бы как это что было с нуля все разработано то есть это никак не на линуксе не на чем-либо еще не основан исключительно весь код вот все дерево что вы там компилировали на первого квартал на работе все с нуля архитектура базируется на windows int это не значит там есть абсолютно точное копирование а вот с те базовые принципы которые вот я говорю взоры которые так мне нравятся и которые я бы хотел видеть в какой-либо открытой операционной системе вот эти принципы мы реализуем по времени уже проект начался довольно давно то есть на самом деле уже более 10 лет идет работа есть код который реализует функции из int 4 0 а есть вот который реализует функции из int 6 0 6 1 и более новых то есть понятное дело что развитие идет все таки не сохранением обратной совместимостью microsoft и я про это говорю уже на прошлых лекциях поэтому представляется возможным только дорабатывать api они перерабатывать все но сам реакция включает ядро подсистема окружения вин 32 для запуска приложения системной библиотеки оконный менеджер ну то есть все то что нужно операционной системе для работы минимальный набор но все то что не включалось в не было счастью поставки windows int там всякие разные допустим там много там софта или или там какие-то репозитории с софтом нет это все в данном случае не является это в отличие от линукса где репозиторий программного запечения как правило является частью самой операционки вот здесь такое есть различие причем заметьте я не говорю хорошо это или плохо на самом деле потому что достаточно многим нравится тот факт что в линуксе можно установить практически все и все это управляется менеджером пакетов который ведет трекинг депенденции зависимости и все проще то есть это то область где у линукса можно было бы и получиться microsoft но пока до них это достаточно так скажем с трудом доходит но видимо из-за их монопольного положения что и так пользуется и пойдет вот но это опять таки уже я перехожу к тому где реакция мог бы мог бы быть лучше что касается лицензирования но сами понимаете windows это коммерчески лицензируемый продукт который стоит определенные лицензии на который стоит определенных денег при том эти деньги тем больше чем чем более коммерческое ее использование реактор в чем-то схож с операционками класса linux то что это открытый проект лицензия gpl версии 2.0 но также у нас есть множество стороннего кода под различными лицензиями это и lesser gpl и bsd в том числе и gpl версии 3.0 все это некоторым образом компонуется и поэтому выпускается но в общем да в общем у нас gpl версии 2.0 а вот что касается стороннего кода но я не знаю насколько вы знакомы с другими проектами опенсорсами но есть такой проект варен под линукс кто-нибудь слышал такой то более никто а прекрасно просто варен на самом деле даже в линукс среде вам достаточно известен и по моему он даже под мак есть вернее ну в открытой части он я не знаю есть он есть в коммерческом продукте называемый кроссовер офис который служит для продается для запуска microsoft офиса под маком так вот сторонний код используемый в реакции он включает именно значит значительную часть всех вин 32 библиотек в реакции они взяты из вайна ну так же как пример еще эта библиотека free type которая реализует отрисовку шрифтов в оконном менеджере мы еще куча специализированных вспомогательных вин 32 библиотек наработанных уже вот этим сообществом это и xml и portable network graphics и чего там только нету и жпек и все 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 ну и допустим еще там проект месса который представляет опыт он же в рендере но в то же время так сказать это как мы взаимодействуем с другими проектами в том числе но в том числе используете нас так как свободная лицензия джи пилота позволяет то нам естественно от этого только мы только радует например был такой проект кептиф нтфс это драйвер поддержки файловой системы нтфс в линуксе он использовал напрямую и такое псевдо ядро реактаса которая запускалась внутри линукса в нем загружался драйвер нтфс родной виндовой и была такая достаточно интересная поддержка сейчас уже написали родной драйвер нтфс 3g по моему для поддержки системы нтфс в линуксе он также мы обратно экспортируем свои наработки в этот вайн еще был интересный проект это вот это вот дисреппер это проект поддержки драйверов сетевых адаптеров под линуксом опять-таки это было такое некое псевдо ядро реакциса которая работала под линуксом и позволяла загружать те драйвера а сетевых адаптеров которые шли в комплекте с ними то есть разработаны под винду еще один пример такого интересного проект который бы как бы достаточно сложно реализовать но вот он действительно живо работал и позволял пользоваться сейчас опять часть ситуации немножко улучшилось и производители этих сетевых адаптеров они уже выпускают драйвера под взаимодействие с линук сообщества чтобы поддерживать и драйвера для себя потому что все-таки сфера применения линукса на серверах она очень обширно поэтому важно поддерживать там сетевые адаптеры ну вот тут вот такой эпизод был для того чтобы на ранней стадии все это поддерживать но еще в проекте линукс биос для загрузки int используется наш код это лишь несколько примеров на самом деле у нас там список по взаимодействию достаточно большой есть такой проект по открытому биосу он сейчас уже называется по-моему несколько по-другому мы можем погуглить по вот этому название найдете он есть вот ну вот я уже про это сказал что на самом деле а нам вот когда мы только начинали нам пришлось взаимодействовать с другими проектами например то мин gw и мин гв компилятор gcc и binutils мы туда отправляли ряд патчей до сих пор отправляем по тем частям которые не очень сильно протестированы под линуксом а которые очень нужны но вот соответственно вносим вклад в их разработку ну и такая такие системы виртуализации как киу ему и специальный ускоритель key киему я думаю вы про него слышали тоже с ними одно время плотно работали исправляли там ошибки все прочее ну есть еще думал других проект не буду на этом детально останавливаться вот важно заметить только тот факт что несмотря на то что мы включаем вот эти всесторонние библиотеки которые реализуют функциональность но мы никогда не не включаем какой-то свой набор api допустим там вместо вин 32 api или дополняющего in 32 api но который есть только под реакцию нет все вот это все вот эти библиотеки которых я сказал в прошлый раз они используют исключительно для того чтобы предоставить для того чтобы реализовать тот интерфейс который уже есть в windows далее во-первых почему собственно говоря мотивация зачем его делать если есть linux если есть windows ну вот как я уже вам до этого говорил многократно сама скажем определимые там версия int 5.2 имеет достаточно богатую расширяемую масштабную архитектуру на прошлой лекции я даже на позапрошу уже вам рассказывал упрощенную эту архитектуру как и что она выглядит поэтому не будем повторяться сама по себе значит windows int вот этих вот версий это надежная безопасная операционка разработаны причем не просто так как бы это не абстрактно говоря да она была разработана для жестких требований сертификации безопасности то есть там в америке там прошел прошел целый ряд определенной сертификации по госстандартам ну и другая мотивация то вот чем мы с вами занимаемся да если бы мы если бы не было реакции то вам пришлось бы заниматься компиляции linux ядра а это все-таки несколько сложнее чем чем тот набор который вы делали на первой лабораторной работе где буквально скачать среду сборки скачать исходники набрать пару команд и у вас вся операционка собирается буквально только подождать надо меняете один файл опять выдаёте команду у вас опять все пересобирается создается загрузочный образ который вам только остается поставить подключить в виртуальной машине и запустить понимаете допустим с линуксом такое бы не прошло с линуксом мы бы с вами уже достаточно плотно бы вникали как там собрать ядро как из этого ядра собрать еще плюс все окружение потом как все это все сделать загружаемую сошку установишь а потом все это установить тоже еще процесс не очень быстрый вот то есть данном случае но и с другой стороны это не какая-то игрушечная операционка как вот делают во многих американских университетах они преподают операционную систему на основе некоторой игрушки которая на самом деле интересно но тут другой перегиб практической пользы от нее никакой и те алгоритмы которые там реализованы причем реализован зачастую там с ошибками со всем прочим то есть смысла смотреть на какую-то модельку нету здесь уже вы так сказать получаете два преимущества во первых простоту работы с этим то есть ту простоту который представляется именно то их игрушечная операционка который там допустим пользуется на западе но два в то же время вы поработать с полноценной рабочей операционной системы то есть то где уже на практике все работает и где вы можете взяв отдельные модули что-то поправить что-то посмотреть как реализованы что-то изменить ну и еще тот факт мотивации то что более 95 процентов программное запрещение в мире и разработчиков самих это все-таки именно под платформу вин 32 исторически так сложилось и этот факт есть на самом деле вообще это сейчас все-таки несколько потеснилась андроидом там и всем прочим но тем не менее все-таки это самая распространенная пользовательская операционка на планете то есть винда это пока она занимает вот это свое монопольно доминирующее положение и пока она вот никуда не девается но вот я похвалил скажем так винду вопрос тогда зачем делать реакции если там все так круто одним там одними там свободными открытыми идеалами как бы здесь нельзя это аргументировать поэтому в индии в самой есть и недостатки то есть не так все здорово как я только что описал значит во первых есть исторические назовем их исторические ошибки при проектировании но это не столько ошибки сколько необходимость была вызвана из-за того что вот был у них развитие в микрософте был windows 95 98 не знаю вы с ним работали с с такими версиями минус вот прекрасно помните как работал windows 98 по сути своей что и такой являлась то есть вначале на самом деле загружался dos потом в виде такого экзешника под dos загружалась уже 95 винда все это как правило проходило так незаметно скрыто одним вот этим вот экраном с красивыми облаками но вот из-за того что все вот это было еще работал в 16 битном режиме dos поэтому там была целая проблема драйвера эти vxd и а сама соответственно по системам было и 32 бит на интересы 2 и поэтому вот вот это вот все поддержка вот этот там 16 бит на здесь 32 бит на значит соответственно библиотеки этой поддержки другие драйвера а int нужно было перенять все вот это вот потому что опять-таки 95 винда получила огромный успех несмотря на все свои промахи и глючность и приходилось очень много всего в int добавлять того вот всякого мусора который был не нужен с точки зрения этой поддержки то есть условно говоря в англоязычных терминах мы называем это такие вот хаки то есть это те изменения или дополнения в коде которые скажем так продиктованы необходимости как каких-то сиюминутных изменений которые не являются правильными но которые нужно внести для того чтобы там работала какая-то программа или работал какой-то драйвер или что-то еще вот далее само по себе корпоративная политика microsoft далеко не всех устраивает это мягко говоря есть и цифровые подписи драйверов сейчас когда 64 битный драйвера на 64 бит на винде невозможно загрузить сделать свой драйвер и распространять его не не обладает цифровым сертификатом цифровой сертификат стоит денег поэтому для обычных разработчиков такая вот такой модель распространения как было до этого там сделать драйвер выложить его в интернет все кто хочет скачивает и пользуются нет этого это уже нельзя потом то самое digital rights management драйвер тоже целая целые споры по этому поводу затем еще друг другое там есть ошибки в поставляем программного обеспечения но если помните там интернет-эксплорер они только сейчас довели до такого состояния когда он более-менее работать и не содержит себя очевидных уязвимостей до этого предыдущие 7 версий как минимум были настолько такими что стал обрел большую популярность mozilla firefox opera и другие альтернативные браузеры такие ошибки были не только в браузере были и windows media player и outlook express вот ну а я вот говорил на прошлом слайде что int это очень хорошая система с точки зрения безопасности но в ранних версиях там допустим там в xp и в других все вот эти вот хорошие такие вот заделы по безопасности они сведены на нет плохими настройками по умолчанию то есть принц все вот это красиво архитектура который там по безопасности сидит она вся практически было бесполезно это начали исправлять только уже в xp там сервис пак 2 по моему когда уже более-менее ситуацию исправили ну и естественно закрытый исходный код большая стоимость мы не говорим о том что там себе на ноутбук винду поставить дорого и хотя это тоже не дешево а если использовать это на серверах для чего-либо то это уже выливается в очень большие деньги да а если мы еще говорим о виртуализации когда допустим там на сервере вам нужно хотя бы с десятки виртуальных машинок с виндой понять это уже выходит какие-то нереальные деньги собственно говоря поэтому и я и большинство других людей используют linux на серверах как бы не хотелось использовать что-то еще вот и поэтому пока других вариантов нет вот ну и в заключении уже он говорил большинство возможностей по расширению операционки по расширению винды они не документированы и не представляются для использования сторонним разработчикам то есть все то что было заложено тогда она благополучно скрывается не документируется так чтобы никто не мог использовать поэтому вполне логичное желание давайте будем основываться на вот это вот мы сделаем это все по нормальному без всяких вот эти вот минусов без вот этих вот всяких так называемых как любят шутить костыли и подпорок и всего-всего-всего вот этого что я перечислил вот это и послужило такой вот мотивации для разработки нашего проекта ну как видим она есть не только у небольшой кучки фанатиков она нашла подтверждение все-таки во всем мире почему же столько лет проект как бы продолжает развиваться ну соответственно как я сказал предлагает все технически продвинутые решения производительности операционных систем совместимых с нт но без вот этих вот всяких хаков и ограничений накладывать корпоративно-дистанционной политикой вот но совместимость с windows все-таки предлагается и решением linux plus wine но в реакторсе она на ну в итоге в конечном итоге она будет нам на намного выше высшем уровне допустим linux plus wine никогда не может поддерживать драйвера аппаратуры потому что за драйвера отвечает сам linux в данном же случае реактор сможет работать с драйверами которые сделаны самими разработчиками аппаратного обеспечения ну допустим как пример это ситуация с видео драйверами графическими видеокарт но сейчас она уже опять таки к счастью меняется что вендор этих графических карт начинает работать с проводить поддержку linux но все равно пока что самые лучшие драйвера высокопроизводительные это подвинуть ну естественно как вариант это документировать не документированно в этом тоже уже проделана достаточно большая работа совместимый интерфейс для расширения ну и платформа для обучения научной работы unix linux также для этого хорошо подходит ну вот в инте есть свои места где более интересного за счет такого модульного разбиения ну опять таки это уже как бы варианты то есть linux также ли это подходит да да потому что ну сейчас сами понимаете да лидер рынка открытых операционных систем это linux безусловно поэтому он преобладает в академической среде и везде но в связи с тем что мы все-таки более-менее разработали реакции то хотя бы такое же внимание можно уделить и ему то есть я ни в коем случае не предлагаю там я люблю подискусировать что у linux что-то плохо сделано или что-то еще но в данном случае я говорю о том что нужно и то и другое в некотором роде изучать но от действительно против чего я настроен против того чтобы базировать обучение на закрытых системах типа windows или что-либо еще потому что если ее нельзя полностью скажем так покопаться если она предоставляется только по сильно ограниченной лицензии потому что есть у microsoft есть академическая программа который предоставляет вам исходный код части ядра windows но там настолько существенное ограничение что лучше этим даже никогда не пользоваться но утекло много чего но это достаточно незаконно и поэтому пользоваться этим вообще нельзя и но это нарушение законодательства просто как бы я там допустим я microsoft и хвалю и ругаю вот но как бы я их ни то ни другое не делал но вот те утекшие исходники все-таки даже не пиратство это уже какое-то воровство потому что все таки они в них деньги вложили другое дело допустим мы при разработке реакции пользуемся исключительно литературой допустим там тестирование ну или там в некоторой мере реверс инженер все это законно а вот допустим там пользоваться тем что украдено у них нет такого никогда нельзя позволять вот ну архитектуры ядра int я вам уже говорил это один большой модуль это ядро там слой абстракции аппаратного обеспечения вор библиотек все это вы прекрасно знаете в реакции в принципе практически то же самое отличие минимально ведется работу там по различным направлениям где это можно улучшить и исторически за все время развития у нас некоторая смена парадигма произошла раньше было это сделать вообще один в один вот как можно более точно реализовать ту или иную функцию сейчас мы больше ориентируемся на то чтобы сделать максимум тестов внешних которые покажут как работает эта функция windows внутри и на основе это уже реализовать свою функцию а в ближайшем будущем парадигма такая что сделать на основе этих тестов насколько возможно иначе то есть улучшить это сделать это быстрее лучше меньше сильнее но сохранив эту совместимость опять-таки благодаря тестированию ну в отличие от int что здесь можно сказать но это возможность по расширению сами понимаете когда у вас есть полный контроль над операционной системой в состоянии там сделать все что угодно ну например тот же сэшен менеджер можно загружать сторонние подсистемы и в качестве примера у нас была реализована под реакция под система sky os была такая какая-то операционочка с некоторыми программами так вот за счет того что мы сделали эту подсистему у нас работали программы написаны под вот эту sky os понимаете какая какая мощь была скрыта в windows и что они специально дают всегда чтобы платформа вин 32 оставалась всегда преобладающий мы же соответственно представляем данном случае свободу вот по подсистеме сама винтер села у нас реализованный сервер и клиент но интерфейс между ними внутри не совместима с винду и но это и не нужно их никто не использует извне соответственно режим пользователя подсистема вин 32 базовая 1 полагается в кернах 32 до этого это windows как сделано но в реакции то же самое просто чтобы вы знали как раз то что мы на прошлой лекции поверхности затронула вот значит api консольных приложений реализован также в кернах 32 до его а графическая функциональность уже в таких для тех как юзер 32 и везде 32 они работают напрямую с вот этим вин 30 2 сервером это если помните с предыдущей лекции это драйверами 32 к . сис а другие дело библиотеки вспомогательные которых еще есть достаточно большое количество они все строятся на базе api предоставляемого вот этими вот тремя библиотеками что касается реализации этого в интерс с вами за моду реакции мы могли бы взять вайновский библиотеки мы берем настолько насколько возможно но допустим вот керна 32 штука вообще не светит вот другая вот что касается керна 32 то в войне он сделан в принципе неправильно он должен вызывать функции из библиотеки нтдл то есть практически вызывать системные вызовы ядра но в войне он на реализован совершенно по-другому из-за того что война ты все-таки надстройка над линуксом они операционную систему поэтому часть нам пришлось разрабатывать сами ту часть которую можно взяли например я уже говорил что windows исторически win32 сервер располагался в режиме пользователя вот здесь некотором роде я тоже провел такую интересную работу реализовал альтернативную подсистему win32 которая отчасти основана на этих принципах то есть как можно более много всего вынесено в режим пользователя так как производительность уже сегодняшних компьютеров это позволяет сделать но все-таки а некоторые части осталось в режиме ядра но есть и классическая реализация которые схожи с инки далее вот посмотрим наиболее интересная часть сегодня которому быстро пройдем это вообще вот как бы я вот с вот этого начал наш там с первой лекции да и так получается на самом деле это вроде мы этим уже заканчиваем вот еще раз только более подробно уже значит зачем вообще вот это все как бы изучать да значит ну вот есть такой вот списочек из вот этих вот мы сейчас по каждому вопросу очень кратко это посмотрим то есть ну во первых при разработке операционной системы встает целый класс сложных задач например там какой сделать интерфейс с программным обеспечением что предоставить сторонним разработчикам а что должны что оставить в ядре что вынести в режим пользователя то есть даже тот факт вот ответить на эти вопросы это уже достаточно много времени это именно этап проектирования затем что вот какая разница до операционку установить там на миллионах устройств не представляет большого труда допустим там современные смартфоны планшеты их уже там миллионами они выпускаются проблем на них поставить операционку нету растиражировать а вот процесс в том как ее поменять как ее обновить на этих устройствах то есть такое принять жаргонный термин русском языке копию про патчи вот это уже проблема вот когда вы уже имеете такой рынок с миллионами устройств то обновить все эти миллионы операционных вот это уже проблема особенно если у вас операционка находится в позову то тогда одна небольшая ошибка может убить все устройство давайте то есть нет почему вы смотрите позовут в той памяти которую как бы хорошо не хорошо может быть не совсем точно в ту память которую там поддерживать допустим несколько операций стирания в том же в том в тех же android устройствах такой термин и всегда использовать там некоторые модули зашитывает позову некоторые позволяют обновиться но тот факт что это не так скажем легко сделать даже если она записана на флеш памяти какая-либо одна небольшая ошибка и все наш телефон смартфон планшет превращается так называемый кирпич он не может загрузиться с ним ничего нельзя сделать без того чтобы разобрать подключиться к этой микросхеме и перепрошить ее заново в этом все вся проблема ну и еще проблема зависимости обратной совместимости опять сами понимаете что вот сделали там один интерфейс до сделали что-то еще но рано или поздно его нужно будет менять и вот как а как быть а сторонние программное обеспечение которое рассчитывать на этот интерфейс про него спроектирован она сломается вот что делать то есть нужно как-то все вот это вот взвешивать понимаете вот это вот отличие того как вот если вы разрабатываете просто программное обеспечение или операционку вот нужно как-то взаимодействовать с вот этим сообществом то ваших разработчиков которые делают программное обеспечение под вашу операционку каким-то образом с ними общаться как-то все это согласовывать ну еще сложная задача опять-таки как я люблю будет внезапно архитектура центрального процессора может вдруг устареть например apple работал исторически на power pc потом раз в один момент все поменялось на intel они посчитали что это так да ну устаревшие условно сказал понимаете да то есть когда то скажем так отношение apple с и белым устарели и им захотелось переключиться так вот но за счет того что они правильно это спроектировали и код у них тут был переносимой и достаточно было абстракции от аппаратного обеспечения то для них это вот как видите все у вас работает выглядит практически также ну да конечно но смотрите вот видите под 2 архитектуры да а наверняка еще и под третью наверняка еще и под arm iphone то на чем работает на армия и альпед тоже по моему если не ошибаюсь вот соответственно уже три архитектур то есть это уже достаточно переносимость вот этого кода именно о чем я столько говорил чтобы не делать три раза одну эту же работу вот далее такой интересный момент как высокое покрытие кода покрытие что это такое когда вы допустим разрабатываете программу до с ней работает пользователь он может там выбрать щелкнуть одну кнопочку в вашем интерьере щелкнуть другую кнопочку при когда он щелкнет одну кнопочку выполняется одна часть кода другую 2 и допустим до большинство работающих с вашей программы идут только по одной ветке и того в обычной программе вообще говоря использование вот это покрытие кода может использовать всего лишь 15 процентов того код который вы написали весь остальной код используется очень малым числом людей но в операционке все не так операционку используют обычно тысячи если не миллионы программ и покрытие кода там составляет более 90 процентов поэтому вот опять таки я уже говорил что нужно для этого писать тесты иначе иначе тестирование уже будет производиться сторонними разработчиками в операционке найдут ошибки будут недовольны и все это будет выглядеть очень нехорошо но если писать тесты опять таки вот вы в некотором роде как раз в последней лабораторной работе и попробуйте написать простенькие тесты для того чтобы как бы понять что это за api как с ним работать и как и что получается вот но опять-таки тесты пишется человеком и можно что-то упустить поэтому все-таки это очень достаточно трудный процесс по сравнению с той же программы которую там можете пощелкать везде что-то отладить воспользоваться профайлера профайлером и все прочее ну и с оптимизацией тоже тут проблема не говорю ну про оптимизацию мы дать сейчас скажем еще вот так же когда вы разрабатываете операционную систему тут вообще никаких предположений быть не может вы не можете предполагать там что у того компьютера на котором будет работать ваша операционка вообще есть жесткий диск это может быть там flash носитель на flash памяти у него может быть допустим не быть дисплея может работать только там через иметь только сетевую карту и работать вообще без экрана вы не можете вообще ничего предполагать в операционной системе все должно быть учитываться довольно все варианты ну это сложно но microsoft это решает определенным своим образом допустим она выпускает отладочные сборки для разработчиков в них есть там определенный набор дополнительных проверок которые позволяют разработчикам каким то образом что-то понять что там может идти не то но есть там анализ покрытия опять-таки там внутреннее тестирование в microsoft вот у них якобы около 10 тысяч специальных компьютеров различной конфигурации которые используются для тестирования их операционки оптимизация опять-таки ну про общую оптимизацию на уровень известных алгоритмов вот как раз с чего я начал мы в данном случае не говорим общий алгоритм уже давным-давно соптимизировано их можно найти здесь не идет об этом речь речь идет о специфической оптимизации для какого-либо шаблона использования то есть можно оптимизировать алгоритм выделение памяти для снижения фрагментации а можно для оптимизировать для тех программ которым требуется много памяти вопрос вот что из этого выбрать понимаете если мы оптимизируем под частые и небольшие выделение памяти то тогда у нас программу требует много памяти будут работ медленнее а наоборот тогда у нас будут работать другие медленнее вот в чем такая вот палка двух концах как я там написал вот а мы не можем сделать предположение допустим там допустим что под нашей операционкой выполняется только большинство программ которые требуют мало памяти нельзя так сделать допустим там сервер баз данных запустили ему не нужно чуть-чуть памяти ему нужно чем больше тем лучше приветствую я тут еще не успел закончить сейчас буквально пять минут вот поэтому какие там варианты решения точно ответить на это вопрос нельзя единственный вариант произвести оптимизацию для всех случаев и использовать соответственно динамический код некоторым образом так сделали в сервере 2003 винде но дальше уже и включили автоматическое алгоритмы apple пока еще только начинает присматриваться к этому вопросу как вот это с выделением памяти этот вопрос решать вот но надежность и безопасность сами понимаете что там если вы что-то в варде редактируете то он не должен терять ваши документы а интернет-эксплорер не должен буквально подцеплять все вирусы из интернета которые можно и сливать ваши персональные данные куда-то операционка за все ответственно понимаете каждая команда чтения записи проходит через нее вот если ворд отвечает там за ваши документы а интернет-эксплорер за те сайты которые вы посещаете то есть операционка вдруг упадет покрышится то как бы и документы в варде могут потеряться и вообще весь диск может стать нечитаемым поэтому все что важно сама операционка должна быть надежной и сторонние программы никогда не должны приводить к ошибочным завершения работы все операционки а вот у вина 95 98 это было далеко не так но тем не менее вот разделение там адресное пространство да это позволяет тому что допустим если вы работаете в варде то в принципе из него далеко не так просто получить там номер там вашей банковской карточки которые у вас google chrome сохранен и введен а благодаря чему адресное пространство разделенное о чем мы с вами уже тут несколько лекций уже подряд про это говорили что это разделение но на практике вот она как его пощупать да если у вас там в варде там макросы с вирусами то они вот только внутри варда и будут как бы словно говоря работы но это мы сами про пользоваться программ а в режиме ядра то там нету разных адресных пространств там все одно есть нет никаких пользователей есть только там вот в венте есть объекты с правами доступа это это прогресс но тем не менее если вдруг уязвимость в ядре то она соответственно уже становится доступным все и это очень плохо ну так же тут про параллелизм еще можно сказать я думаю мы это все таки немножко пропустим но как вариант сейчас я посмотрю вот ну и про прямой доступ к аппаратуре когда вы разрабатываете операционку то вы имеете самый прямой доступ к аппаратуре ну как пример это с одной стороны хорошо но с другой стороны например там современно центральный процессор поддерживает достаточно много всего и управление аппаратурой прямой можно например очень легко программно отключить вентилятор охлаждения процессора в ноутбуке или забыть его включить и отключить функцию энергосбережения пожалуйста процессор элементарно перегревается и выходит из строя то есть двумя командами мы можем не просто там покрышить операционка мы можем сломать весь ноутбук просто запросто ну а понимаете даже просто пропустив отправку нужной команды уже можно причинить как какой-то непоправимый вред оборудованию то есть это как бы сами понимаете большая ответственность ну и большие возможности проблема не только в этих рисках что-то что-то там сломать на есть допустим стандарты не переключился слайд я не вижу вот есть стандарты одетом пища этапе но не все вендором следует например графический стандарт веса имел десятка различных реализаций а допустим в драйвер эквалатуры ps2 windows int было 10 различных таких вот хаков специфичных участков кода для поддержки различных клавиатур допустим там японская нэк еще что-то там а в драйвере дисков вообще пошли еще дальше у них есть целая таблица дисковых контроллеров и их специфичного поведения ошибок внутри них которые содержатся и методов их обхода понимаете как насколько вот те простые основы и дело которых я вот вам на это рассказывал а когда они сталкиваются с реальностью насколько это все уже по-другому становится ну и завершая наш рассказ учебный процесс поэтому как студенты работы вот надо операционной системы хотя бы в рамках наших лабораторных работ вы можете вот эти все задачи каким-то образом все-таки немножко с ними соприкоснуться зачем вам это надо вот пример простой примерно даже до 2010 года обычный такой средний разработчик программное обеспечение меня не горе там а продвинутых люди он вообще много по точности имел представление достаточно посредственно и не знал как там синхронизация работает как и что то есть он дело там кое-как все это работало но когда у нас получили распространение многоядерные процессоры вот этот его быдлый код в кавычках называем жаргоном термином он перестал работать поэтому но те люди когда которые тогда изучали операционная система и все это видели изучили все эти механизмы они уже тогда прекрасно себе представляли и таким образом были в числе первых уже по поддержке этих многоядерных процессоров и писали пао который было лучшее имел наилучше совместимости научу производительность понимаете изучив операционной системы они обеспечили себе будущее которое позволило им построить для себя прекрасную карьеру получить прекрасные возможности потому что вот так называемая в американской среде кода monkey они уже сейчас они уже не нужны то есть этот этап мы уже прошли в развитии программирования ну и в заключение знаете после того как вы поработали над операционной системой то в принципе вы можете работать над любым программным проектом уже в будущем то есть безусловно там есть свои специфичные особенности есть что-то более сложное но поняв все вот эти вот основы то вам уже будет очень легко переключиться дальше на что-то ну наверное на этом уже и все надеюсь я вас в данном случае чем-то вдохновил на то чтобы побыстрее сделать лабораторные работы и сдать их в срок и получить зачет благополучно они ходить там где-то хвосты и ловить меня когда-то там во второй половине июня когда я вернусь но тем не менее по электронной почте мы будем с вами поддерживать связь я буду всегда с вами на связи потому что даже когда и меня вот конкретно здесь в субботу не будет я хочу чтобы вы со мной связывались по лабораторной работе все надеюсь вам было интересно здесь чем-то вам просветил до перерывчик а потом мы с вами вот пообщаемся уже по поводу научной работы и да отключить его